Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов у микрофона ведущая Сарглана Антонова. В календаре государственных праздников Первомай занимает особое место. В России его, как день международной солидарности трудящихся, стали отмечать с 1890 года. 1 мая для профсоюзов России традиционно не только праздник, но и массовые демонстрации, требования по защите социальных прав и интересах людей труда. И сегодня мы говорим о том, как в каком формате мы будем отмечать 1 мая в этом году, под каким девизом он проходит, а также о том, как готовятся к празднику профсоюзные организации республики. И гости нашей студии сегодня председатель первичной профсоюзной организации Якутского управления гидрометеорологией и мониторинга окружающей среды Татьяна Владимировна Машалик. Добрый день! Здравствуйте! И председатель Якутской республиканской профсоюзной организации Общероссийского профсоюза авиационных работников Айсен Николаевич Дегтярёв. Здравствуйте! Здравствуйте, Сарглана! Уважаемые зрители и слушатели! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, мы начинаем нашу беседу. И первый мой вопрос. 1 мая — это праздник весны и труда, но ещё и день солидарности трудящихся. Вот слово «солидарность» для профсоюзов имеет особый смысл, мне так кажется? Сарглана, да, спасибо. Очень хороший вопрос. Ну, солидарность в нашем представлении — это единство, а профсоюзы — это единый коллектив, большая семья, которая защищает свои интересы и права. И слово «солидарность», да, конечно, в этом ключе для нас носит такой ёмкий характер. И мы всегда поддерживаем солидарность и в труде, и в коллективах, и чтобы сила была у нас в единстве. Так как мы только объединившись в союзы, в нашем случае в профессиональные союзы, можем защитить свои интересы и права, и улучшить свои условия труда. И, конечно, самое главное в нашей жизни — это увеличение не только условий труда, но и заработной платы. Ну, реального дохода для наших работников. Ну, в нашем случае это авиационных работников и работников гидрометеослужбы. Первомай для профсоюзов — это акция, когда вы выставляете перед органами власти работодателями требования людей труда. И для этих целей ежегодно утверждается, конечно же, девиз, лозунги, да, профсоюзов страны. А вот с какими лозунгами в этом году встретит Первомай профсоюзы? Пожалуйста. Ну, лозунги, они, в принципе, каждый год бывают, примерно перекликаются каждый год. Да, в этом году, конечно, самые основные лозунги — это всё-таки за Родину, за президента, за Первомай, за человека труда. Эти, в принципе, лозунги бывают всегда, потому что основная задача профсоюзов — это комфортные условия работы и повышение заработной платы. Не всегда получается этого добиться, не всегда. Но мы никогда не складываем руки, всегда пытаемся разными путями, разными мирными путями, переговорами добиваться вот этих наших конечных целей, которые бы мы хотели. Иногда получается, иногда не очень. Но, тем не менее, всё равно это основная задача, потому что всё-таки любой человек, он, хоть раньше всегда говорили, не в деньгах счастья, но всё-таки в их количестве. Ну, то есть человек может хорошо жить и думать о чём-то ещё другом, если он всё-таки у него закреплён быть, то есть у него достаточные доходы для того, чтобы прокормить себя, свою семью. Ну, и не только прокормить, но и жить, ну, как бы, ну, пускай не богато, но безбедно, по крайней мере. В эти дни по всей стране идёт голосование за резолюцию Федерации независимых профсоюзов России. Расскажите, пожалуйста, вот какие требования профсоюзов страны вы призываете поддержать? И вообще, кто может проголосовать за эту резолюцию? Да, на самом деле, вот, резолюция ФНПР, она была, она была принята ещё пленумом, да, который у нас проводился, заблаговременно до принятия резолюции от, ну, всех общероссийских профсоюзов брали предложения, какие, ну, вносим мы свои предложения. Конечно, мы идоногласно, на самом деле, поддержали ту резолюцию, которую предлагает нам ФНПР, и, ну, естественно, ну, ввиду последних событий, да, конечно, мы принимаем резолюцию за мир, за труд, за Россию, за солидарность, за поддержку наших вооружённых сил, которые сейчас вот, ну, участвуют в спецоперации на территории Украины, да, на территории Донбасса. Это, конечно, абсолютно солидарное решение наших профсоюзов, и в резолюции, ну, да, конечно, могут там принять все граждане, да, России, но и трудовые коллективы в лице первичных профсоюзных организаций и общественных объединений. А не член профсоюза, например, может проголосовать за эту резолюцию? Да, не член профсоюза может зайти на сайт ФНПР и уже самостоятельно зарегистрироваться и, ну, отдать уже голос, свой голос. Ну, напомню, что это голосование у нас проходит по 2 мая, да, текущего года, то есть ещё есть время для того, чтобы зайти на сайт и выразить своё мнение. Абсолютно верно. С 1 мая, с одной стороны, это праздник, а с другой стороны, можно сказать, что это подведение итогов, да, и говоря о достижениях профсоюзов, наверное, отметим, что именно в 2021 году вступил в силу закон о том, что МРОД должен быть выше прожиточного минимума трудоспособного населения в целом Российской Федерации. Вот такое, как бы, достижение есть. И будет ли продолжена эта работа? Вот высказывались предложения о том, что МРОД нужно повышать каждый квартал? Да, мы вот с Татьяной Владимировной постоянно обсуждаем связку МРОД, механизмы расчёта реального дохода. Татьяна Владимировна может на пальцах вам более подробно объяснить, почему вот нам нежелательно делать привязку к МРОД, так как вот Татьяна Владимировна. Вы знаете, я могу сказать, что МРОД, это, конечно, хорошо. Вот что величина МРОДа хоть каждый месяц, хоть каждый квартал, хоть полгода поднимать его, это неплохо. Люди не должны зарабатывать меньше прожиточного минимума, то есть эта зарплата должна быть, конечно, больше. Но здесь возникает проблема, особенно эта проблема возникла у всех бюджетников, причём бюджетников даже не столько республиканских, сколько федеральных бюджетников, потому что для того, чтобы соблюдать вот эту дифференциацию между профессиями, если мы МРОД поднимаем, нам надо же и увеличивать зарплату людей, которые не МРОД получают, а поднимая снизу МРОД, он всё выше-выше, и не выделяя дополнительного финансирования для того, чтобы повышать зарплату остальным категориям работников, у которых зарплата чуть выше МРОД получает, что постепенно они начинают сравниваться. И уже такое, например, в нашей отрасли уже такое произошло. То есть у нас неквалифицированный работник, который вот пришёл, не имеет ни стажа работы, ничего, мы ниже МРОД ему платить не имеем права. А человек, у которого и стаж большой, и всё, ему давно не повышали зарплату, потому что дополнительного финансирования нет. И у них постепенно зарплата уже практически сравнялась. То есть это и хорошее дело, понимаете, но оно немножко недоработано. То есть МРОД... Здесь нужен новый механизм и новые требования, которые будут выдвигаться в Советском Союзе. Конечно, конечно. Мы эти требования как раз и выдвигаем. За последние вот несколько лет, куда только мы не писали письма, мы и коллективные, и индивидуальные, и на прямую линию с президентом, и через наш риском, и писали нашему главе республики, чтобы он как-то каким-то образом... Конечно, он... Это глава республики, а мы всё-таки федералы, но тем не менее на своём уровне, чтобы... Ну, каким-то образом мы же гидрометслужба, вот якутское управление, мы работаем на территории республики, для блага республики. И поэтому всё-таки работники гидрометслужбы должны... Ну, везде по всей стране, но в Якутии тем более, мы в таких суровых условиях живём, должны получать нормальную заработную плату. Ну, вот как-то у нас всё время... Идём, идём, и на каком-то этапе всё равно это тормозится. Никак не доходит до своего логического конца. Вот этот механизм недоработан. Поэтому вроде как и радуемся тому, что мрот будут поднимать, но у нас уже, да, у нас недовольство в коллективах, потому что людей сравняли. Из-за повышения мрота практически специалисты и неквалифицированные работники стали получать одинаковую заработную плату. Ну, вот ещё одна важная тема. Было бы здорово, Саргану, вот я прошу прощения, сделать привязку именно у нас в регионе, в республике Саха-Якутия, к средней заработной плате по региону. По региону. Да, а не на основании нашего мрота. И тогда, конечно, у нас бы и не было таких существенных проблем, которые на данный момент в гидрометеослужбе и существуют. Не только в гидрометслужбе, это не только в гидрометслужбе. Это и в других авиапредприятиях, на самом деле, существуют. Когда собираемся на разные мероприятия, где профсоюзы разных отраслей бывают, и вот там, где только попадаются у нас бюджетники, получается, что республиканским бюджетникам всё равно поднимают немножко зарплату каким-то категориям работникам, а кому-то нет. И получается, что и у них там проблема с кадрами только по той причине, потому что вот зарплата, она привязана вот здесь к мруту. Ну, ещё одна важная тема, которую вы, кстати, затронули, это права трудящихся на Крайнем Севере. Льготы работникам Крайнего Севера не должны подвергаться какой-либо деформации. Да, вот какие ещё требования выдвигают профсоюзы в этом году? Ну, в этом году это, опять же, такая насущная проблема, которую мы из года в год выдвигаем, чтобы на тех работников, кто у нас работает уже на удалённых районах, да, в труднозаступных районах, это и наши гидропосты, да, и наши вот эти наблюдательные пункты, и наши вот аэропорты, где цена на продукты питания, на жизнь, на коммунальное, да, обслуживание намного дороже, чем здесь, да, в Якутске или там в других районах нашей республики. Естественно, допустим, если взять там Черский, да, тот же самый, я почему-то всегда привожу вот посёлок Черский в пример, потому что я знаю, что в одну сторону там только билет стоит около 35 тысяч рублей, это базовый тариф, ну, в зависимости там от сезона, от месяца, да, варьируется, ну, там несущественно. На самом деле там килограмм яблок, допустим, я там лично был несколько раз, я знаю, что там в середине стоит 500 рублей. Это, конечно, вот с теми зарплатами, да, которые там получают наши работники, и с теми ценами, которые там существуют, конечно, очень сложно там жить. И вот это надо понимать, и при том там доплата, там районный коэффициент, это одно, ну, она несопоставима с теми ценами, которые там существуют. И на вот эти моменты, конечно, необходимо делать акцент, и в том числе вот есть такие очень хорошие федеральные программы, да, я сегодня вот утром услышал, что добавляют еще вот сумму по земскому доктору, да, по земский учитель, а у нас в авиации таких программ именно федеральных не существует. Причем и у гидромедслужбы тоже. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы привемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о том, как, в каком формате мы будем отмечать 1 мая, под каким девизом он проходит, а также о том, как готовиться к празднику профсоюзной организации республики. Я напомню, что гости нашей студии сегодня – это председатель первичной профсоюзной организации Якутского управления гидрометеорологией и мониторинга окружающей среды Татьяна Владимировна Маршалик и председатель Якутской республиканской профсоюзной организации Общероссийского профсоюза авиационных работников Айсен Николаевич Дегтярев. Дорогие друзья, я напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии – 32 00 66, 32 11 66. Ну что же, 28 апреля мы отмечали Международный день охраны труда. Конечно же, традиционно в течение апреля проходит месячник охраны труда. Все мы об этом знаем. Здесь проводятся различные мероприятия, конкурсы по определению лучших специалистов охраны труда. А какова ситуация на сегодня в данной сфере? Вот у вас на предприятиях, например. Ну, разрешите, я начну. Ну, давайте. Да, мы, конечно, обращаем особое внимание на безопасность труда, на охрану труда, условия труда. Это наше вот… У профсоюзов, ну, как в фигурном катании есть обязательная программа, да, и такая произвольная программа. И вот охрана труда для профсоюзной организации относится к обязательной программе. И мы каждый месяц, да, конечно, ведем и мониторинг, мы участвуем во всех расследованиях, ну, которые случились на производстве, да, это и производственный травматизм, и делаем, и профилактические мероприятия, чтобы минимизировать те вот инциденты, которые у нас в авиапредприятиях и гидрометеослужбах случаются. И опять же, вот у нас, ну, есть и пилоты, и вертолетчики, и авиационные техники, инженеры, да. Тут необходимо обратить внимание, что есть еще профессиональные заболевания, на которых тоже мы, конечно, на уровне уже центральной врачебной летной экспертной комиссии, тоже вот непосредственно сотрудничаем, чтобы все вот эти исследования проводились абсолютно объективно, и чтобы не было никаких искажений, так как это очень, ну, такие чувствительные вопросы, на которые нам необходимо обязательно принимать участие. Так как гидрометслужба, мы знаем, что наша сеть находится по всей территории республики, 43 станции у нас труднодоступны есть, есть еще очень много гидрологических постов труднодоступных, поэтому вот охрана труда именно для них, значит, ну, занимает такой, особняком стоит, потому что, знаете, труднодоступная станция, это когда в радиусе 30-50 километров нет ни одного населенного пункта. И мы же знаем, что это и в тайге есть, потом полярные у нас станции есть, там гости захаживают в виде диких животных, вот, поэтому, значит, наша задача, чтобы были средства отпугивания, значит, для, от, от диких животных, вот, и все средства, значит, аптечки различные, все медикаменты, что мы были, значит, спецодежда хорошая, за этим у нас следит, значит, система нашей охраны труда. Вот сейчас месячник, да, проводится у нас, месячник обучения проходит, вот, вот, как обычно бывает, но хочу сказать, что в плане того, что у нас, ну, тут перекликаются вопросы, что у нас большой недостаток специалистов, поэтому в плане того, что людям иногда приходится работать, значит, напряженно с переработкой, вот, для того, чтобы выполнить, значит, план работы, ну, когда есть недостающие работники, вот, здесь вот, ну, здесь мы ничего поделать не можем. – Хорошо. Давайте теперь непосредственно поговорим о работе профсоюзных организаций ваших предприятий, да, сколько у вас членов профсоюза, и вообще, как проходит общественная жизнь коллектива? – Ну, могу сказать именно про свое предприятие. У нас довольно большой коллектив, у нас работает 1300 человек на предприятии, 57% из них состоят в профсоюзе. Раньше этот процент был гораздо выше, вот, почему-то молодежь приходящая, не все, но какая-то часть молодежи считает, что вот они как-то все одиночки. Сейчас это, кстати, очень распространено, потому что это вот привело к тому, что у нас нет теперь октябрят, пионеров, комсомольцев, когда учат именно сплоченно жить в коллективе. Каждый вот сам себе, потому что он привык к компьютеру, и он живет в каком-то своем виртуальном мире. Вот, поэтому у нас как-то приходит молодежь, и хотя есть и агитация, и работа. – Молодежный совет. – Есть, обязательно, есть молодежный совет. И, кстати, неплохой молодежный совет. Вот это вот не очень большая группа, но очень-очень активные молодежи. Они, как говорят, нас мало, но мы в тельняшках. Это вот надо сказать про наши молодежные советы. Вот, работа ведется, основная, конечно, работа – это заключение коллективного договора, заключение его, контроль над ним, и внесение изменений, если какие нужны, в сторону улучшения условий для работников предприятия. Ну и культмассовая, спортивная работа – это, знаете, на высшем уровне. У нас проводится очень много мероприятий, у нас есть традиционные веселые старты к нашему профессиональному празднику – Дню метеоролога, который празднуется 23 марта. Мы выезжаем уже 8 лет в Сотинцы всегда. Да, у нас там проходят соревнования, и масленицы, и всё, всё что угодно. То есть это вообще расплачивают, потому что взрослые люди где-то вот так побегать, посоревноваться, поскакать в мешках, погонять клюшкой и всё остальное – это, ну, не каждый раз где-то придётся. Но всегда люди ждут, что вот мы в марте обязательно поедем в Сотинцы. Вот сейчас уже планируем у нас мероприятие, ну, выйти на демонстрацию, понятно. К 9 мая у нас будет обязательно проведено мероприятие, презентация новой книги, написана летопись гидромедслужбы «Военное время». У нас наш писатель Антонов Юрий Константинович вторую книгу выпустил. И мероприятие «Бессмертный полк», много разных мероприятий – спортивных, массовых. То есть все праздники всегда этот коллектив обязательно сплачивает. — Хорошо. Асен Николаевич, что Вы можете рассказать про свой коллектив? У Вас, наверное, он более многочисленный. — Да, конечно, у нас Республиканский комитет. Мы объединяем 28 первичных профсоюзных организаций, в том числе и Якутское управление гидрометеослужбы. Мы вообще относимся к Общероссийскому профсоюзу авиационных работников, которые работают уже по всей России. Это Центральный комитет Общероссийского профсоюза авиационных работников. Она объединяет более 78 тысяч членов профсоюза по всей России. Это огромная профсоюзная семья, которые всегда придут на помощь. И мы на уровне нашего РИСКОМа работаем на региональном уровне, так можно сказать, а на уровне Центрального комитета, ЦК ОПАР Общероссийского профсоюза, мы работаем уже на федеральном уровне. Также, конечно, основные задачи нашего профсоюза, нашего Республиканского комитета – это защита прав и интересов авиационных работников и работников гидрометеослужбы. Это, конечно, основная наша задача, в том числе и упразднение, и исключение всех тех нарушений трудовых прав наших работников. Это, конечно, первостепенная задача, которую мы в соответствии с нашим уставом должны выполнять. А вообще, какова ситуация в вашей отрасли? И не планируется ли сокращение авиаперевозок на региональном уровне из-за санкционного давления? Да, Саргалан, на самом деле санкционное давление со стороны западных недружественных стран колоссальное. В том числе это коснулось наших авиакомпаний. Это наш национальный перевозчик авиакомпаний Якутия, полярная авиалиния. Конечно, на данный момент наша авиакомпания Якутия стабильно выполняет весь план и объем, который был запланирован в соответствии с расписанием. И уверены, что в текущий год мы справимся с теми проблемами, которые у нас существуют. Конечно, это касается и поддержания летной годности, и обучения наших экипажей, летных кабинных экипажей. Но мы нашли свое решение. Может быть, это даже к лучшему, так как это приведет к тому, что будем развивать свой авиапром. В скором времени у нас будут уже свои региональные самолеты. Это в том числе и МС-21, есть еще самолет для местных воздушных линий, там Байкал, ИЛ-114 для внутриорегиональных. И вот это все уже собирается выпускаться в серию. И это может быть даже послужить толчком для того, чтобы развить свой авиапром, чтобы не покупать иностранную, зарубежную технику. Но на данный момент наши авиапредприятия работают стабильно. Никаких серьезных оптимизационных мер не принимаем. И делаем все возможное, чтобы обеспечить транспортную доступность для нашего населения с обеспечением высокого уровня безопасности полетов и комфорта, соответственно. А вот какова у вас требованность профессии в ваших отраслях? Например, где вы готовите свои кадры для тех же эксплуатации новых самолетов и так далее? — Пилотов. Вы конкретно имеете в виду пилотов. У нас профессий много. Это инженерно-технические специальности, это управление воздушным движением, диспетчеры. Ну, на пилота, допустим, у нас можно обучиться на базе Якутско-авиационно-технического училища. Это филиал Сан-Перебургского университета гражданской авиации. Но в этом году, опять же, у нас будет текущий набор. Мы выпускаем уже коммерческих пилотов, уже там несколько десятков выпусков уже сделали. Ребята, те, которые даже в свое время, я в свое время там работал преподавателем, более 10 лет. И те ребята, которые вот у нас учились, они уже стали командирами воздушных судов. И, конечно, сейчас уже бороздят просторы не только нашей республики. Да, воздушные просторы, Пятый океан мы называем, ну и России, и в некоторых случаях даже мира. И поэтому вот, если есть у кого желание и востребованность, да, востребованность высококвалифицированных специалистов, она будет всегда, да. А если специалист будет хороший, отличный, да, конечно, он в любом случае без работы не останется. И при том авиационные специалисты, они востребованы будут всегда. Если это касается, конечно, таких профессий, как это инженерно-технический персонал, это авиатехники, инженеры, пилоты, кабинные экипажи, проводники нашей стюардессы и наземный персонал. Это авиационные перевозки, авиационная безопасность, без этих всех профессий. Ну, в общем, авиация – это такой сложный процесс, где всегда будут востребованы хорошие, высококвалифицированные специалисты. Вот хочу сказать, что все специалисты будут востребованы, но не будет в аэропорту техника-метеоролога, который даст сводку, и ни один специалист, и ни один самолет не сядет на этот аэродром. В прошлом году, на самом деле. Да, такая ситуация была в прошлом году. В прошлом году у нас была такая. В Батагай-Лыта, потому что курьезная. Ну, полярные авиалинии доставили специалиста, перекинули из Батагая на вертолете для того, чтобы принять самолет. Вот. Поэтому специалисты нужны. Нам нужны вообще всякие специалисты. Хорошо. Дорогие друзья, впереди вас ждет реклама, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о том, как, в каком формате мы будем отмечать 1 мая, под каким девизом он проходит, а также о том, как готовится к празднику профсоюзной организации республики. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашем разговоре. Татьяна Владимировна, вот мы как раз-таки начали говорить о востребованности со специалистами. Какие-то проблемы есть у вас в отрасли? Да, у нас вот именно кадровая проблема очень большая. Причем нам нужны специалисты вообще всех наших специальностей, начиная от гидрометнаблюдателей, техников, метеорологов, гидрологов и инженерного состава метеорологов, гидрологов и синоптиков. То есть не хватает практически всех специалистов. Где-то чуть больше, где-то меньше. Но все, что касается, например, центральных районов республики, да, все наши вот метеостанции, которые находятся наши в административных, значит, районах, центрах, да, там, в принципе, можно сказать, что практически укомплектован штат. Чуть немножко дальше на север, вот там у нас проблема начинается. Потому что, ну, условия, вот как сказал Асиен Николаевич, что до этого и цены высокие, и непривлекательные условия для проживания, вот, и, естественно, и климатические условия суровые. Вот поэтому люди не очень туда хотят ехать. Вот. И у нас ставка только на местных жителей. Вот мы всех призываем, кто в своих районах хочет остаться, хочет там жить и работать, получайте наши профессии, возвращайтесь к себе на родину и вот работайте на благо гидромедслужбы и родной республики. Где можно получить наши профессии? Значит, работают, значит, средние учебные заведения, техникумы. Это во Владивостоке, в Иркутске гидромедтехникумы, ну, и еще по России много есть, да. Вот. В основном где-то учатся здесь. Значит, есть, готовят метеорологов на годичных курсах, значит, для работы на труднодоступных станциях. Это в Новосибирске есть у нас училище, раньше оно называлось профессиональное училище 7, сейчас геофизический колледж. Вот, готовят там специалистов, они едут работать, вот кто любит работать в тайге, чтобы там, значит, в уединении, на природе, пайком снабжаются они там, то есть на обеспечении. Вот, можно закончить это учебное заведение. Ну, и высшее образование, это университеты все по России, Владивосток, Иркутск, и центральный наш, это российский государственный университет, который располагается в Санкт-Петербурге. Вот, там можно получить именно вот высшее образование по профессиям, значит, гидролог и метеоролог. Хорошо, ну, еще раз давайте пригласим, да, всех, кто хочет работать на севере, у себя. Да, у себя дома, то, пожалуйста, поступайте, значит, в наше учебное заведение гидрометеорологического профиля, возвращайтесь к себе на родину, у нас всегда будут для вас рабочие места. Ну, давайте все-таки вернемся, опять-таки, к вашим коллективам, и такой вопрос, вносят ли члены вот ваших профсоюзных организаций какие-то свои предложения для того, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия, может быть, какие-то есть новаторские идеи? Да, конечно, мы всегда рады новым идеям, у нас по молодежной политике всегда проводятся конкурсы на какие-то молодежные инициативы, да, в том числе и касаемо до этого, вот, мы разговаривали по охране труда, для повышения вот, ну, условий комфорта, ну, работников, совершенствования охраны труда. Опять же, мы всегда вот рады, если вносятся какие-то хорошие предложения касаемо улучшения коллективного договора, да, который у нас практически существует во всех предприятиях. И, опять же, мы в прошлом году, по-моему, да, проводили конкурс среди молодежи, они там писали свои работы, именно инициативы молодежи для того, чтобы, ну, улучшить те преференции, которые существуют у нас в авиаперприятиях и гидрометеослужбы республики Саха-Якутия. И, ну, конкурс, опять же, у нас в то время проходил в дистанционном формате, конечно, это не очень удобно. И, вообще, вот эти вот два года, которые были связаны с пандемией, они, ну, повлекли свои негативные такие последствия, да, вот, для профсоюзной работы. Ну, опять же, вот мы потихонечку уже начинаем возвращаться в обычный режим работы и уверены, что в дальнейшем, конечно, мы будем уже проводить такие очные масштабные мероприятия, традиционные мероприятия. Кстати, вот в этом году, кстати, мы отмечаем 80-летие трассы Аляска-Сибирь, это будет 3 ноября, и у нас есть уже сформирован план мероприятий, основных мероприятий, торжественная часть. И, конечно, это вот, это для нас, для авиаторов, да, очень знаменательная дата. И уверены, что с новеллой, да, с этой, с пандемией мы отметим наш праздник достойно, да, и вспомним вот тех людей, кто в свое время внес свой вклад в становление и развитие авиации Якутии. — Самые ближние мероприятия. Вот сейчас первомайская демонстрация, которых уже давным-давно не было. Люди, кстати, ждут. — Узнаем, да, с каким настроением вообще коллектив готовится к этому празднику. Все-таки два года оно проходило в онлайн-режиме. — Что только мы не придумывали, да, Татьяна Владимировна? Там ролики снимали, там какие-то флеш-мобы, да, с флагами там вокруг административного здания. — Фотографии разные, это все было, и конкурсы, и рисунков, и фотографии, и всего, и видео. — И видео, которые заливали в Инстаграм. — А сейчас что происходит? — Люди, конечно, хотят на демонстрацию, хоть иногда вот говорят, что на каких-то предприятиях там это, знаете, как это добровольно-принудительно. Ну вот я, по крайней мере, не знаю, про другие предприятия не могу сказать, но вот у нас никогда никого не принуждали, мы всех всегда просто приглашаем. И люди с удовольствием приходят, приходят с детьми, приходят с семьями, потому что все-таки, как бы там ни было, это, во-первых, это красиво, во-вторых, все равно это сплачивает людей, потому что вот собираются вместе в красивой колонной, с флагами, с российскими, с республиканскими, с флагом, с эмблемой своего предприятия, нарядные все. Ну, весело, хорошо, здорово. — Василий Николаевич, у Вас как готовятся к празднику? С каким настроением люди вообще? — Да, у нас, да, на самом деле, когда мы узнали, что шествие будет, все были очень рады, вдохновились, так как у нас два года не было нашего традиционного праздника, с воодушевлением мы сейчас уже начинаем активную фазу подготовки, это вот начиная с наших флажков, да, флага нашего общероссийского просоюза авиационных работников, там я вот сейчас видел, на экране показывали наши ребята с Молодежного совета 27 апреля, в день Республики Саха-Якутия, да, 100-летие, когда мы отмечали, приняли участие в шествии, ну, в честь 100-летия СССР, и, конечно, вот, благодарю наш Молодежный совет Рескома, вот, профсоюза авиации, да, гидрометеослужбы, что, вот, они всегда принимают такое активное участие, конечно, это сплачивает и молодежь нашу, да, и они уверены, что и в дальнейшем будут принимать такое вот активное участие. По поводу Первомайской демонстрации, допустим, вот, у нас там будет сформирована отдельная колонна Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия, и, конечно, у нас, ну, практически все авиапредприятия находятся на территории Гагаринского округа, да, и, получается, вот, все наши основные авиапредприятия... А гидрометеослужба в Сайсарском разделили. А гидрометеослужба, да, упадет от лица Сайсарского округа, у нас ФКП аэропорты Северова, они базируются в Магане, да, они пойдут от пригорода, а раньше, вот, в советские времена, да, я возвращаюсь в те времена, такие шествия, они шли именно по отраслевому принадлежностью, да, вот, авиаторы, авиаторы, гидрометеослужбы, они, конечно, все объединялись и шли вместе. Да, образование бы отдельно шли, например, медицина отдельно, а вот авиапредприятия и вот наши отрасли шли бы отдельно. Да, мы бы носили такие. Было бы здорово, хорошо, да. Татьяна Владимировна, как раз-таки вопрос, я воспользуюсь тем, что вы представляете у нас Якутское управление гидрометеорологии, каким будет день 1 мая, какая погода нас ждет? Вы знаете, вообще, как бы апрель и начало мая, это всегда такой период, когда погода, она нестабильная такая, в этом году не исключение, вот, если, значит, сейчас начинать говорить о сводке погоды, у нас вышел хороший сибирский циклон на территорию запада республики, и у нас вот сегодня на западе территории хорошая погода с высокой температурой, и люди думают, что, да, первого у нас будет замечательно, но им не повезло немножко. На западе территории у нас будет проходить холодный фронт, будут осадки в виде дождя днем, мокрого снега, потом переходящего в снег, понижение температуры и ветер. В передней части, например, завтра он уже задует к вечеру 9-14, даже, может, 10-15, а в тыловой части 17-22 метра в секунду. Вот, значит, жителям центральных районов в этом году повезло немножко больше, поэтому, значит, мы 30-го хорошая погода у нас, с каждым днем все теплее и теплее, а на первое число мы ждем температуру воздуха в пределах 8-10 градусов, но будет такой ветерок, не слабенький, южного, юго-восточного направления с порывами до 8-13, поэтому наши знамена будут развиваться, очень хорошо, надо крепко их держать. И испортится погода, вот та, что будет на западе 1-го числа, такая погода будет в центральных районах 2-го числа. И у нас буквально остается несколько секунд для того, чтобы поздравить жителей нашей республики с 1 мая. Ну, уважаемые наши якутяне, уважаемые наши члены Общероссийского профсоюза авиационных работников, вот от лица РИСКОМа, от лица нашей большой семьи поздравляем вас с праздником весны и труда. Мы желаем вам, чтобы все ваши планы реализовывались, чтобы ваши близкие, родные люди вас всегда радовали, и чтобы все было хорошо или очень хорошо. Я уверен, что другого не дано. Дай вам всем здоровья. Ну что же, дорогие друзья, я благодарю своих собеседников за очень интересный и актуальный для всех нас разговор. Это была программа «Якутск. Сегодня». Сегодня она была посвящена празднованию 1 мая. Действительно, это массовые демонстрации, это воздушные шары, лозунги и, конечно же, трудовой праздник. Всего вам самого доброго. С праздником!